Гемоглобин Мы рассмотрели, как в лёгочных альвеолах происходит процесс очищения грязной крови и насыщения её чистым кислородом. Однако между альвеолами и остальными клетками организма, которым кислород жизненно необходим каждую секунду, лежит огромное расстояние. Вот у меня в руке тончайший хрустальный стакан. Представьте себе, что вам надо довести триллион таких стаканов в другой конец мира, ни один не повредив. Удивительно, как кислород транспортируется в организме из альвеол до самых отдалённых уголков тела. Перед нами ещё одно чудо сотворения человека. Кислород, пришедший в альвеолы вместе с воздухом, как только смешивается с кровью, поступает в распоряжение особых клеток – эритроцитов. Их задача – бережно нести молекулы кислорода к каждой клетке организма. В структуре эритроцитов есть уникальный по структуре белок – гемоглобин. Внутри каждого эритроцита расположено примерно 250 миллионов белков гемоглобина. Гемоглобин – это чудо химии и физики, спроектированное для того, чтобы ловить поступающий в кровь кислород. В составе гемоглобина есть четыре молекулы железа. Они словно магниты захватывают и удерживают молекулы кислорода. Так кислород вместе с кровью начинает долгую дорогу по всему циклу кровообращения в организме. Когда кровь доходит до той клетки и ткани организма, которая в данный момент нуждается в кислороде, происходит удивительное. Магнитная сила молекул железа слабеет и тотчас молекулы кислорода отрываются от гемоглобина и эритроцита и переходят в клетку, которой кислород сейчас очень нужен. Углекислый газ, образовавшийся в клетках в процессе жизнедеятельности, также при помощи молекул железа захватывается гемоглобином и доставляется опять к легким, через бронхи, к альвеолам, где кровь опять очищается. Так завершается цикл кровообращения. Углекислый газ здесь выводится из организма, а чистый кислород, наоборот, забирается из воздуха и все повторяется. Круговорот кислорода и углекислого газа на протяжении нашей жизни, ни на секунду не останавливаясь, работает ради того, чтобы мы дышали. Рассмотрим чуть ближе эту систему. Белковая молекула гемоглобина состоит из 564 аминокислот. В средней ее части расположены те самые 4 молекулы железа, что отвечают за удержание кислорода. Малейшее изменение порядка расположения аминокислот приведет к тому, что гемоглобин не сможет захватывать и транспортировать кислород. Трехмерное строение гемоглобина и порядок расположения аминокислот в нем словно бы специально спроектированы для того, чтобы переносить кислород. Но важна не только форма гемоглобина, а еще и четкая работа всех подсистем, работающих вместе с гемоглобином. Например, гемоглобин и кислород образуют между собой сильнейшую связь. Но как только кровь доносит эту пару до клетки, которая нуждается в кислороде, эта связь тотчас слабеет и кислород отделяется от гемоглобина. Каждая деталь в системе тончайше продумана. Если бы гемоглобин не удерживал бы так сильно кислород, то кислород не смог бы доноситься с кровью до нуждающихся в нем клеток, и клетки начали бы отмирать от недостатка кислорода. А если бы гемоглобин, наоборот, удерживал кислород сильнее, чем сейчас, тогда кислород не смог бы отсоединиться от гемоглобина и переходить в клетки, которые в нем нуждаются. И опять-таки клетки начали бы отмирать, потому что не получали бы кислород. Словом, малейшее изменение существующей системы приведет к смерти организма. Например, один из самых сильных ядов, цианистый калий, попадая в кровь, цепляется к молекуле гемоглобина и не дает ей выполнять свои функции, в результате чего человек умирает за несколько минут от гипоксии, недостатка кислорода в клетках организма. Теория эволюции Дарвина утверждает, что все живое на Земле появилось по случайно появившейся живой клетке за миллионы лет ее постепенной эволюции. Но даже примеры с дыханием и системой очистки крови кислородом достаточно, чтобы понять, наше дыхание и кровообращение может существовать только если вся эта система появится сразу и сразу начнет работать. Человек просто не выжил бы, если бы ждал миллионы лет, когда эта система так хорошо и случайно разобьется. Не будь этой системы сразу, как только появился первый человек, он умер бы всего через пару минут. Даже одной молекулы гемоглобина достаточно для того, чтобы опровергнуть теорию эволюции и увидеть совершенство божественного творения жизни. Аллах в Коране взывает к людям, которые не видят истины своего сотворения. И в вашем творении, и во всякой живности, что он рассеял по земле, есть знамения для тех, кто в вере тверд. Субтитры создавал DimaTorzok